МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире обзор прессы. Мы расскажем о самых интересных публикациях газет Чувашии за неделю. Большое внимание на этой неделе многие издания уделили, пожалуй, самой острой теме последнего года – капитальному ремонту жилья. Газета «Чебоксарские новости» рассказывает о совещании, которое провел глава республики. В частности, речь шла о судебных исках в отношении пожилых граждан, пытавшихся оспорить необходимость уплаты взноса на капитальный ремонт. Издание приводит достаточно жесткую цитату Михаила Игнатьева в адрес Республиканского фонда капитального ремонта. Вы создали конфликт, вызвали возмущение жителей республики из-за того, что отозвали иски в отношении пожилых граждан очень поздно, только в марте, а должны были сделать это еще в январе. Держать эту тему под постоянным контролем руководитель региона призвал и партию власти. Благо, что у «Единой России» есть множество возможностей эффективно взаимодействовать с собственниками жилья и поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Кому и когда ждать льгот на взносы за капитальный ремонт, разбирали журналисты газеты «Чебоксарские новости». Тему капремонта продолжает газета «Грани». Издание предоставило своим читателям возможность услышать ответы напрямую от руководителя Республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. В офисе газеты прошла горячая телефонная линия. «Вопросов было очень много. Телефон не умолкал ни на минуту», рассказала нашей программе главный редактор газеты Наталья Колыванова. Люди не только звонили, к началу горячей линии в редакцию пришли те, кто хотел задать вопрос лично. О чем спрашивали жители Новочебоксарска и что ответила Олимпиада Епифанова, читайте в субботнем выпуске «Граней». Газета «Советская Чувашия» описывает ситуацию на предприятиях концерна «Тракторные заводы». На этой неделе стало известно, что компания может сократить 9,5 тысяч работников, если в ближайшее время экономика заводов не изменится. Такие перспективы Республику не устраивают, отмечает издание. В настоящее время судьба всего концерна, всех его предприятий по России, решается в небольшой Чувашии, и только силами регионального правительства, пишет газета. А говоря о руководителях концерна, отмечает, что перекладывать заботу о судьбе собственного предприятия только на федеральную и региональную власть вряд ли справедливо. Об этом читайте в газете «Советская Чувашия». Тему строительства жилья поднимает газета «Про город». 10 марта глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился в Москве с федеральным министром строительства и ЖКХ Михаилом Менем. Говорили о реализации государственных программ в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в регионе, сообщает газета «Про город» и приводит мнение федерального министра. В сегодняшней экономической ситуации особенно важно, что регион обеспечивает загрузку своего строительного комплекса и выполнение государственных программ, тем самым выполняя свои социальные обязательства и поддерживая на должном уровне занятость населения, подчеркнул Михаил Мень. Республиканские газеты делают акцент и на двух высказываниях Михаила Игнатьева. Глава региона честно признает, что спрос на жилье снизился и есть проблемы с комплексной застройкой микрорайонов. «Важно сохранить темпы, которые были взяты республикой в 2015 году», подчеркивает Игнатьев и добавляет. «Каждый четвертый рубль в строительном бизнесе – это бюджетный рубль. Это гарантированный государственный заказ для наших строительных организаций и значимый ресурс поддержки добросовестных строителей». Подробности в газете «Про город». Газета Ядринского района «Знамя труда» сообщает о преображении деревни Качикасы. Журналисты рассказывают о своем земляке, который задумал сделать родную деревню самой красивой. Зовут его Сергей Антонов. Сейчас он расчищает старый заброшенный пруд, чтобы на его месте обустроить новый. «Территорию около пруда благоустроим, займемся разведением рыбы. Потом пусть на рыбалку приезжают все желающие, в том числе и городские. Может быть, и в деревне захотят обосноваться, размышляет герой истории. Подробности в газете «Знамя труда». Газета «Московский комсомолец» рассказывает о победе чбоксарского школьника. Воспитанник спортивной школы «Энергия» Данил Леонидов завоевал золото на первенстве России по русским шашкам в классической программе возрастной категории до 16 лет. Это не единственная медаль нашего спортсмена. В соревнованиях по молниеносным шашкам мальчик занял второе место. Поздравляем! Сурки почуяли весну. Аргументы и факты констатируют. В чувашском заповеднике грызуны раньше обычного вышли из спячки. Специалисты этот факт связывают с аномально теплой погодой, которой в Чувашии на месяц опережает календарь и соответствует началу апреля. Уже прилетели с мест зимовки грачи и неожиданно рано вышли из зимней спячки сурки-байбаки. Впрочем, говорить о том, что весна окончательно вступила в свои права, еще рано. Ведь сурки для своих нор выбирают склоны, которые раньше всего освобождаются от снега. Мы рассказали о самых заметных публикациях прошедшей недели. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова